Здравствуйте! Это программа «Экономический сектор» и я, ее ведущая, Катерина Матвеева. Сегодня мы поговорим о ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. Бизнес закрывается. На месте некогда оживленной торговли царят пустые площадки. Потребители с недоумением недосчитываются любимых салонов и магазинов. Оценку ситуации и прогнозы на будущее бизнесово в Владивостоке дадут наши эксперты. Но об этом чуть позже. Прямо сейчас краткий обзор экономических новостей за прошедшую неделю. Россияне поумерили свои аппетиты. Согласно опросу центра «Рамир», для вполне сносной жизни требуется 68 900 рублей в месяц на семью. Таким образом, в своих запросах наши соотечественники практически вернулись к показателям 2011-2012 годов, когда приемлемым семейным бюджетом они считали сумму в 62-65 тысяч в месяц. Впрочем, запросы у всех разные в соответствии с уровнем заработных плат. По данным мониторинга Минэкономразвития, средняя зарплата по стране за последний год выросла на 6% и теперь составляет 33 тысячи рублей. Однако темпы роста были ниже уровня инфляции. В результате реальная заработная плата снизилась на 8,3%. Больше всех в России зарабатывают финансисты и нефтянники, а меньше всех швеи, обувщики и работники, занятые в сельском хозяйстве. Кстати, об инфляции. Видя, что этот показатель замедлил свой рост, а рублю не грозит дальнейшее ослабление, Центральный банк России все-таки снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 12,5% годовых против 14%. Валютный рынок на решение Центрального банка почти не отреагировал. Взялись власти из-за регулирования цен на продукты. Законопроект предполагает возможность устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты. К ним относятся 24 категории продуктов, среди которых говядина, свинина, баранина, кроме бескостного мяса, сливочное и подсолнечное масло, чай, сахар и другие. ЖКХ не теряет своей актуальности. Госдума готовит ко второму чтению законопроект, призванный повысить дисциплину жильцов. В частности, пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг предполагается поднять. Но при этом появятся штрафы и для коммунальщиков за плохую работу или ошибки при расчетах. Кризис сказался самым негативным образом на автопроизводителях. Авторынок откатился на 10 лет назад. Продажи новых автомобилей в России сократились за апрель на 41,5% до 132 456 штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. За период с января по апрель продажи едва превысили полмиллиона штук, упав на 37,7%. Это был краткий обзор важных экономических событий. А сейчас главная тема нашего выпуска. Экономический кризис обостарил проблемы в сфере малого и среднего бизнеса. Предприятия закрывались весь 2014 год. На первый квартал 2015 года под угрозой рекордное количество бизнеса. 38% малых предприятий на грани разорения. Как отразится ситуация на потребителях и ждать ли нам новых игроков, а вместе с тем и новых цен? На дальневосточной интернет-площадке Форпост зарегистрировано около 500 объявлений о продаже бизнеса из самых разных сфер. Много это или мало, комментируют наши эксперты. Но время, скажем, не безнадежное. И при приложении определенного уровня управленческих усилий этот кризис вполне можно пережить. У всех опрошенных мной предпринимателей выручка либо не упала, либо даже выросла. Проблема начинается позже, при подсчете финансового результата. Если раньше вы закупали импортную продукцию на 2 доллара, то есть на 60 рублей, и продавали ее здесь за 3 доллара, то есть за 90 рублей, у вас была превосходная доходность. Если сейчас вы закупаете продукцию на 2 доллара, это 100 рублей, и продаете ее без копейки прибыли, то вы снова показываете 2 доллара, то есть 100 рублей. В итоге выручка у вас номинально выросла с 90 рублей до 100, а финансовая результативность, прибыльность бизнеса упала почти до нуля, а у ряда предпринимателей сейчас то, что называется операционные убытки. Поэтому, конечно, этот кризис очень неприятный, он очень тяжелый для всех, кто так или иначе связан с какими-то импортными товарами. У председателя Союза предпринимателей Олега Халдинева другие цифры, более драматичные для малого и среднего бизнеса. Порядка где-то 35-38% бизнеса ушло, или подали сами заявление на ликвидацию, либо ушло в стадии банкротства из-за долги. Это цифра значительная на самом деле. Некоторые компании, скажем так, подразбогатели слегка. Но такие единицы. Это в основном крупные компании. Прибыль сократилась в разы практически у всех компаний. Если говорить конкретнее, на 20-30%. Покупательская активность упала в 2-3 раза. Некоторые работают в ноль и ищут способы сократить убытки. Предприниматель Виктор Штынцов, много лет занимающийся продажей изделий из кожи, в 2008 году был вынужден закрыть один из своих бутиков. В этом году пошел еще дальше, снова сократив площади и перейдя на особый режим работы. Ну, в моей работе я решил, опять же, сократиться и работать не круглый год, а сезонами. То есть, выкладываясь на каком-то промежутке времени полностью, другой промежуток времени закрыться, уменьшив расходы. Но не прекратив полностью действие, ну, уйдя в спячку, можно сказать, только не зимнюю, а летнюю. Это такое время, когда он позволяет найти неоптимальные места, которые были в бизнесе, и исключить их. То есть, с какой-то стороны, он является санитаром леса, то есть, он будет убирать с рынка те компании, которые неэффективны. Ну, основными проблемами являются сейчас задержки платежей и задержки сроков поставки от контрагентов. Скажем, они, конечно, были и раньше, но сейчас это стало приобретать такой массовый характер на рынке. Причем, это касается и мелких компаний, и крупных компаний. Прибыль компании найдет не только на покрытие ее текущей операционной деятельности, но и в развитии. Соответственно, задержки, они чреваты тем, что тормозится развитие компании. Если у компании не будет развития, соответственно, стагнация долго продолжаться, не может быть деградация компании со всеми вытекающими последствиями. Предприятие сферы услуг находится не в лучшем положении. Так, с начала 2015 года на продаже стоит порядка 16 салонов красоты. Для Владивостока это большое число. Одной из основных причин, осложняющих бизнесу жизнь, предприниматели называют давление со стороны проверяющих органов, которое в кризисные времена только возросло. Но неплановые проверки осуществляются только по звонку. Чему пользуются конкуренты, осложняя жизнь обычным, честным предприятием? Очень много сейчас, так сказать, предпринимателей из ближнего зарубежья, которым фактически не надо обеспечивать те нормы и требования, которые требует наше законодательство от наших предпринимателей, которые, работая в правом поле, их выполняют. Соответственно, получается, что они поставлены, скажем так, в невыгодные конкурентные условия. Эксперты говорят, кризис – не лучшее время закрываться, ведь продать дело проще всего, а вот открываться заново может уже и не получиться. Разумный человек никогда не будет продавать бизнес в кризис. Зачем же продавать что-то в полцены? Нужно напрячь все усилия, нужно, может быть, объединиться с бывшими конкурентами, нужно любой ценой попытаться сохранить бизнес. Потому что есть золотое правило Рокфеллера. Покупайте, когда по улицам течет кровь. То есть когда все бегают в ужасе, когда все паникуют, надо покупать. Продавать надо, когда у всех эйфория, когда все радуются, когда все замечательно. Поэтому те, условно говоря, 460 плюс-минус предприниматели, которые выставили свой бизнес на продажу, они просто совершают управленческую ошибку. Поэтому-то коммерсанты и делают все, чтобы остаться на плаву. Таксисты объединяются в альянсы, оптимизируя колл-центры. Небольшие павильоны с фастфудом также снимятся к слиянию. Подобная тенденция среди медицинских клиник и небольших парамедицинских центров. Ищу нестандартные способы выхода из этой ситуации. Конечно, рассматриваю вопрос, чтобы заменить более дорогие товары более дешевыми. Найти новые пути контакта с покупателями. То есть работа через интернет, работа с другими предпринимателями. То есть ищу пути, как можно выйти из сложной ситуации. Впрочем, не все представители бизнес-среды столь пессимистичны в своих прогнозах. Как уверяет приморский бизнес-абудсмен Марина Шемилина, совсем у панической ситуации на рынке нет. Не наблюдается и какого-то повального закрытия компаний. Да и по численности предприятий сокращения нет. Но номинальное число компаний выросло. Однако произошло это из-за того, что более-менее крупные фирмы торопятся на мелкие. Значительно возросли кредитные ставки и кредитные финансы стали практически недоступны для бизнеса. А что такое, допустим, развитие производства без финансов? Это просто нереально. И вот эта ситуация, она, конечно, наложила такой отрицательный отпечаток на развитие именно производства малых компаний. Потому что на самом деле, вот, кризисная ситуация, да, я всегда говорю о том, что его можно сравнить с наполовину наполненным стаканом. Да, для кого-то он наполовину пуст, а для кого-то он наполовину пол. Поэтому и сложную ситуацию предприниматели всегда используют по-своему. Это не только для кого-то такая сложная экономическая ситуация, в которой они еле держатся на плаву. А для кого-то это, наоборот, момент и повод такой для того, чтобы, наоборот, выйти на рынок, завоевать новые ниши, да. Опять же, мы говорим сейчас про импортозамещение. Поэтому сейчас наши компании, которые занимаются производством для внутреннего рынка и для экспорта, они могли бы иметь очень хороший такой шанс для, не просто для развития, а вот прям для скачка такого. Но все мешает как раз вот этот пресловутый доступ к финансам. По данным Примстата, оборот розничной торговли в январе-марте 2015 года составил 72,1 миллиарда рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 8,3 миллиарда рублей больше, чем в соответствующий период 2014 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли уменьшился на 3,7%. Как же скажется закрытие малого бизнеса на обычных гражданах? Разоряется не один предприниматель, а разоряется целая, ну скажем так, группа предпринимателей, да, поставляющих тот или определенный товар. Вот. Это в итоге к чему ведет? Это ведет в итоге к тому, что те, кто остались, они на свой товар взвинчивают цены. Вот. Это и субъективные причины есть, и объективные причины есть, да. То есть мы как потребители непосредственно сталкиваемся с тем, что ну ладно, мы заходим в супермаркет и видим, что 5-6 бутиков разорилось, да, сейчас вместо них пустые места, вместо торговых точек. Но это можно как-то пережить, да. Но гораздо сложнее пережить, когда товар, за который вы отдавали, ну допустим, рубль сегодня, да, стоит рубль 80 завтра. А то и в 2, а то и в 3 раза. Понимаете, как? Вот это вот, ну как, естественно, конкурентная борьба с одной стороны, да, вот, с другой стороны, желание каким-то образом поднажиться на том, что конкурента не стало, да, вот. Ну это, как сказать, для бизнеса это естественная ситуация, но для потребителя эта ситуация совсем не хороша. Каждый потребитель, он где-то работник, да, он для того, чтобы потратить 100 рублей, должен начать эти 100 рублей заработать. И здесь предприниматели, которых я вчера опрашивал, стали дружно и не сговариваясь называть одну очень интересную тенденцию. Дословно цитирую следующим образом. Сотрудники разбегаются работать в нескольких местах, за хвост не удержишь. То есть если раньше человек, условно говоря, работал в фирме, да, получал какую-то зарплату, да, ездил там по выходным с семьей отдыхать, а на оставшиеся деньги покупал себе, я не знаю, ну дальше вот в пределах фантазии, то сейчас человек, уйдя со своего рабочего места, идет на какое-то другое рабочее место, пытается подработать по выходным, берет какие-то дополнительные смены, иногда доходит до прямых конфликтов с работодателем, потому что люди начинают работать на нескольких компаний-конкурентов. Ну, навыки-то есть специальные, да, они же должны где-то быть востребованы. Поэтому потребитель сейчас стал гораздо менее потребителем и гораздо более работником. У людей просто упало количество времени и энергии, которую они могут потратить на то, чтобы деньги тратить. В заключении можно сделать вывод. Наступает не кризисный период, а принципиально другой экономический формат жизни. Весь бизнес вынужден подчиняться новым правилам, которых много лет ждет и рынок, и конечный потребитель. Это была программа «Экономический сектор», я и ведущая Катерина Матвеева. До встречи в эфире 8 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова